МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина и сегодня выпуски. За водой на соседнюю улицу жители Гремячевского переулка в Чебоксарах до сих пор живут без водопровода. За заслуги перед республикой. Как будет выглядеть медаль к столетию чувашской автономии? Крым наш и наши в Крымов на полуострове прошли дни чувашской культуры. Проблема аварийного жилья в Чувашии должна быть решена полностью в ближайшие пять лет. Масштабные работы пройдут в рамках республиканской адресной программы. Предстоит расселить более 4 тысяч человек. К сносу подлежат порядка 200 домов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Жителям сразу пяти муниципалитетов региона уже впору готовятся к новоселью. Первый этап республиканской программы стартует в этом году. В его рамках необходимо снести порядка 3 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сегодня это задействованы Аликовский район, Парицкий район, Урмарский, Алатырь, город Шумер для всего. На этом этапе реализуются 2,9 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня поставлена задача такая, что вот эти все 2,941 квадратный метр необходимо расселить в этом году. В принципе, то, что я доложил, считаю, что эта работа сейчас ведется. Я думаю, что к 1 декабря, вернее, к 31 декабря эти работы должны быть завершены. Всего же в республике 2 года назад признали аварийным 90 тысяч квадратных метров жилья. Реализацию первого этапа программы поддержат фонди содействия реформированию ЖКХ. С руководителем ведомства глава региона встретился в Москве. Руководителем фонда Константином Георгиевичем я переговорил. Мы должны лучше подготовиться. И по этому году за счет 2020 года средства перекинуть надо будет на 2019 год, в конце года. И тем самым выполнить все те обязательства, которые взяли мы перед теми, кто проживает в аварийном жилищном фонде. Главный вопрос, за чей счет будет реализована столь дорогостоящая программа. Часть расходов федеральный центр возьмет на себя. Среди других вариантов предоставлять новые квартиры по договорам найма и льготной ипотеки. К решению проблемы аварийного жилья необходимо привлекать и инвесторов. Докладывал на государственном совете президенту Российской Федерации. 2018 год был переходный год по изменению законодательства, по определению статуса переселяемых. Имеется в виду ряд других особенностей. Федеральная законодательная норма перетерпела соответствующие изменения. Земельные участки на месте уже снесенных домов не должны простаивать годами. Такую задачу перед властями муниципалитетов обозначил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика. По прогнозам синоптиков из-за теплой погоды ледяной покров на реках появится только в декабре. Спасатели республики уже начали готовиться к зимнему сезону. Безопасность людей на водоемах сегодня обсуждали на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности в следующем материале. Каким бы ни был внедорожник, тонкий лед, для него непреодолимая преграда. В социальных сетях подобных видеороликов немало. Просьба не повторять. Да кто-то работает. Вот и спасателям республики приходится каждую зиму поднимать со дна рек автомобили. Немало и других находок. Магазинные тележки выгрузили, приехали на пикник. Вот магазинная тележка, видите, там, приехали на пикник, выгрузили, обратно его не знали, украли с магазина, видать, и вытолкнули в речку. Есть вот такие тачки строительные, которые, видать, работали, больше не нужно. И куда? Утилизируют таким образом. Утилизировали раньше. Но вот мы их находим и вытаскиваем, и оборудуем место для купания. Но поисково-спасательной службе не хватает водолазов. Частично эту проблему решает военкомат. Вместе с военкоматом 10 призывников проходят военные службы в Севастополе, водолазы в школе. Но я надеюсь, когда вернутся, мы и будем с ними работать. По пожарным мы дали вчера задание, чтобы там тоже раз пожарные получают с федеральных средств высших, то и наши поднятия. Это отдельно нам там обсудить. Также в МЧС подвели итоги купального сезона. Количество летальных случаев с каждым годом уменьшается. И не в последнюю очередь, потому что оборудованных по всем правилам пляжей становится больше. И в итоге 108 мест, организованных для купания, было оборудовано в наших муниципальных районах 21. Но этого все равно недостаточно. Больших проблем не надо. Водолазы должны обследовать, границы обозначить, щит установить, песок привести, ну и потом уже дальше контроль. Впереди осенние каникулы. Глава региона поручил перевести оперативные службы на режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Безопасность людей для нас является государственной приоритетной политикой и работой. Самая главная задача и наша позиция, она обозначена, это эффективное взаимодействие между органами власти, службами, ведомствами. Продолжается и подготовка к сезону респираторно-вирусных заболеваний. Обеспечены с основными противовирусными препаратами. Учреждение здравоохранения Республики составляет 25,8% от потребностей. Впоследствии этот запас будет пополняться. В образовательных организациях также организованы и проводятся мероприятия по профилактике РВИ. В том числе созданы условия для соблюдения режимов проветривания помещений. Михаил Игнатьев отметил, что в этом году от гриппа в Республике должно быть привито порядка 600 тысяч человек. И люди начинают думать о том, что за свое здоровье они отвечают сами же прежде всего. Наша задача оказаться действием. В рамках национального календаря в регионе уже привито более 250 тысяч человек. Пик заболеваний гриппа медики ожидают в начале следующего года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Поселок Гремячев уже несколько лет как вошел в черту города Чебоксара. Это предполагает и соответствующие блага цивилизации. Нормальные дороги, газ, централизованное водоснабжение. А вот с этим у некоторых жителей проблемы. Наша съемочная группа побывала в новом микрорайоне столицы. Новые дома, спутниковые антенны. На первый взгляд все так, как должно быть в современном частном секторе. Вот только главного здесь все же нет. За водой многодетная мать Ирина Сорокина, как и ее соседи по Гремячевскому переулку, вынуждена ходить по старинке, вооружившись бутылками и тележкой. Единственный источник воды – колонка, стоящая на параллельной улице. Каждый день ходим и дождь, и мороз, и холод, любую погоду, и метель. И так все шесть лет. Чтобы помыть посуду или постирать вещи, хозяйка греет воду в кастрюле. Сколько еще придется жить в спартанских условиях? Мать четверых детей не знает. Руки моем тоже. Воду наливаем, умывальник. На самом деле водопровод в поселке есть. Вот только он еще не дошел до переулка. Хотя земельный участок семья Сорокинах получила еще в 2012 году. Вроде бы какое-то время в переулке работал какой-то водопровод. Но сейчас он отключен. В соседе живут кто как, кто сами бурили воду очень глубоко. Говорят, вода соляная, и пить невозможно. Они тоже ходят за водой и покупают воду. Хочется вот верить и ждать, что на нашу улицу тоже вода придет. Хотя мы обращались в администрацию города. Нам ответили, что у города нет денег, чтобы помощь оказывать нам. Но мы надеемся и ждем. Отсутствие воды напрямую влияет на пожарную безопасность. У нас, например, дом деревянный. И в случае пожара нам нечем тушить. В летнее время жару очень опасно жить. Проблема серьезная. И решить ее можно только общими усилиями. Жители надеются на конструктивный диалог с администрацией столицы. Рифат Фадкулин, Павел Редков, Республика. Согласно документу, памятная медаль – это поощрение за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и другие заслуги. Медаль будут вручать в течение всего следующего года. На лицевой стороне изображена цифра 100 и надписи на чувашском и русском языках. Наоборот, не будет строчка и стихотворение народного поэта Чувашия Петра Хузангая на чувашском языке. Были мы и есть и будем. Дни чувашской культуры прошли в Крыму. В течение трех дней на полуострове звучала музыка наших композиторов в исполнении наших музыкантов. Артисты Чувашии представили национальную культуру в Евпатории, Симферополе и Севастополе. На полуостров прилетели более ста музыкантов, вокалистов, танцоров. Делегацию возглавил министр культуры Республики Константин Яковлев. Основу программы составили номера государственного ансамбля песни и танца и симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством Мориса и Клашкина. Музыканты сыграли лучшие произведения чувашских композиторов и шедевры мировой музыки. В Крыму проживают около трех тысяч чувашей и в каждом из городов на концертах был аншлаг. Было хорошо. Все такие в нарядах были прикольные. Есть желание теперь съездить в Чувашу, узнать, что там как. В дни чувашской культуры представители регионов заключили ряд соглашений о культурном взаимодействии Это предполагает, к примеру, обменные гастроли творческих коллективов обоих регионов. В Севастополе делегация Чуваши возложила цветы к вечному огню. История столицы в черно-белых фотографиях. У чебоксарки Регины Антоновой дома десятки альбомов со снимками прошлых лет. Своеобразную летопись города столицы республики писала ее мама-фотографа Левтина Егорова. Старые семейные фото вызывают особое чувство и эмоции. Открывая альбом с пожелтевшими от времени страницами, ты словно переносишься назад в прошлое. Профессионал знает, как запечатлеть время, чтобы черно-белый снимок передавал атмосферу тех лет и всю гамму эмоций. Так работала фотографа Левтина Егорова. Ее дочь бережно хранит память о маме. Черно-белые фотографии как-то такое тепло исходят. Так приятно на них смотреть. Что-то такое душевное в них есть. Она выросла и родилась в нашем городе. Его любила, изучала его историю, фотографировала. Изучала в честь кого названа улица города. Негатива с позитивным содержанием, особая гордость. Регина хранит их, как зеницу ока. Ребенком она принимала самое непосредственное участие в появлении вот этих самых кадров. Печатали в ванной комнате. Запирались с мамой на целый день. Моя задача входила брать валик, катать фотографии свежие, только что напечатанные. То есть убиралась лишняя влага. Потом на глинцеватель ее прикладывали. Защепляли прищепочкой. И ждали, когда начнет щелкать. Театр, спорт, кулинария, искусство и журналистика. У Алевтины Егоровой были разносторонние увлечения. Она с удовольствием писала статьи в местные издания. Результат ее трудов – вот этот сборник. Рядом с текстом уникальные фотографии. Одной из первых, Алевтина Егорова, начинала снимать город на видеокамеру. Жаль, что пленку пока не удалось отцифровать. Я помню, что мы дома смотрели эти кадры. И центр города, и залив нынешний, Волгу нас немало. Чтобы память о маме жила как можно дольше, Регина решила поучаствовать в конкурсе ретрофотографий, посвященном 550-летию Чебоксар. И была отмечена благодарностью администрации. Я свои фотографии сразу узнаю по этому краю. И это вот мы с мамой тут сидим. Когда-то около этого диапроектора собиралась вся семья, друзья. И просматривали эти кадры. Было весело, интересно. Детям нам особенно. Всегда одевали что-то новенькое на демонстрацию. Все пели песни, танцевали. Для нас был праздник. Вернуться в детство на мгновение, оказаться на праздничной демонстрации или прогуляться по улочкам старых Чебоксар. Все это можно сделать с помощью снимков удивительного фотографа Алифтины Егоровой. Благодаря таким вот людям живет история столицы. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Подходит к концу сезонный сбор овощей. На полях Республики осталось немного картофеля и капусты. Наша съемочная группа застала последние дни уборочной кампании. Ни одного гектара картофеля под снегом остаться не должно, подчеркнул министр сельского хозяйства Республики Сергей Артамонов на еженедельной планерке в Доме правительства. На данный момент второй хлеб убран с 6000 гектаров, что составляет почти 96% всей площади. Высокая урожайность отмечена в Урнарском, Канарском, Козловском и Комсомольском районах. Неплохой в этом году и урожай капусты. В целом показатели урожайности овощей превышают прошлогодние. Здесь выделились Козловский и Комсомольский районы. На их долю приходится почти 40% всего валового сбора овощей в Республике. Фермер Константин Плотников, хозяйство которого находится в Чебоксарском районе, тоже доволен результатом работы. Сейчас он завершает уборку капусты «Мегатонн», урожайность которой свыше 100 тонн с гектара. Прежде всего, все зависит от погодных условий. Ну и от возделывания, от технологии, от отношения к труду. Мы всегда стараемся извлекать прибыль. Более того, стремимся максимально увеличить свою рентабельность. Иначе просто нету развития. Фермерскому хозяйству Константина Плотникова более 10 лет. Сегодня общая площадь обрабатываемых земель составляет 40 гектаров. Обороты с каждым годом растут, делится фермер. Его продукцию можно найти как на рынках Республики, так и в других регионах. Например, эти кочаны готовятся для отправки в Нижний Новгород. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика. Второй год подряд в Чебоксарах проходит чемпионат Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу. Важны и тактика, и настрой, так считают участники соревнований, представители воинских частей, соединений и территориальных управлений. Приволжского округа Росгвардии. Сто офицеров и все старше 35 лет в мини-футбол играли 14 команд. Тренировки не были настолько интенсивные, но мы больше работали тактически. В нашем возрасте уже физически тяжело готовиться, поэтому надо готовиться тактически. Все соперники достойные, со всеми все могут играть. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Это футбол. На соревнованиях разыграли два комплекта медалей. В двух группах лучшими стали команды из Удмуртии и Мордовии. Кстати, представителям Удмуртии удача улыбнулась уже во второй раз. Наши спортсмены замкнули тройку лидеров. Теперь победители будут защищать честь округа на всероссийских соревнованиях. Таким стал этот вторник, 22 октября. Я прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»